Сегодня все российские паблики обсуждают, кажется, только одну новость. Творческий путь. Фрик певца Шарлотта. Кто он вообще такой и чем прославился? Сейчас подробно обо всем расскажу. Фрик певец Шарлотт, находясь в Армении, снял ролик, в котором сжигает свой российский паспорт. Эдуард заявил, что хочет попасть в Киев, чтобы помогать ВСУ, а гражданином России себя он не считает. Крайние три года активно противостою политике государства в отношении войны против Киева и устройства музыкального рынка страны. Желаю попасть в столицу Украины, поддерживать людей выступлениями, концертами, различной помощью. Дальше больше. Вот он наносит сокрушительный удар по российской власти. Рвет портрет президента Путина. Закрашивает флаг России в синий-желтый цвет. А дальше скандальный блогер снимает пародию на песню «Я русский». В какой-то момент Шарлотт решил поддержать Палестину в войне с Израилем. Подмога к Хамасу пришла явно откуда не ждали. Эдуард заявил, что ситуация на Ближнем Востоке погрузила его в трагедию, а в Европе его совсем не понимают. И якобы из России он не убегал, все осознал. У богов и людей договор, у огня и воды будет пар. И вот оценив ситуацию на фронте, да и в стране, Шарлотт срочно решил возвращаться домой, вероятно, не сумев справиться с денежными трудностями на чужбине. Эдуард начал просить у своих фанатов деньги на оплату билета домой. «Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», – написал он в своих соцсетях. Вот только люди такое рвение на родину не оценили и попросили певца никогда не возвращаться домой. Некоторые из них и вовсе предложили ему идти пешком. Но Эдуард все же прилетел. Эдуарда встретила не толпа фанатов, а наряд полиции. В наручниках его увезли в отдел. И вот оттуда убожество в юбке, какая-то шарлотта и бесноватое существо, так его прозвали пользователи сети, рассказал, за что задержан. «По какой причине доставил сюда, понимаешь? Назови. Осечка в понимании президента. Что ты сделал? Я сжег паспорт. Какой паспорт? Российской Федерации. Зачем ты это сделал? Потому что был ошибочно помешан на ложную информацию. В раскаяние молодого человека, конечно же, верится с трудом. Шарлотту может грозить до пяти лет лишения свободы. А еще дискредитация армии России усматривается в его действиях и надругательство над гербом и флагом, ну и осквернение символов воинской славы. В общем, судить будут молодого человека по всей строгости закона.